Сегодня годовщина с одними О гибели видного политического деятеля Армении Карена Демирчана К этому человеку можно относиться по-разному Но ясно одно Карен Демирчан это эпоха Эпоха для армянского народа Эпоха Армении Эпоха советской Армении Сейчас мы предоставим вашему вниманию Интервью с довой Карена Демирчана Римой Демирчан Которая была записана накануне Думаю некоторые вещи из жизни этого человека Вам сегодня откроются впервые Рима Агасимовна Как вы считаете Как бы повернулась судьба республики Армении Если бы во главе этого государства был Карен Демирчан Этот вопрос мне часто задают И чем дальше тем чаще Я всегда одинаково отвечаю Потому что нужно объективным быть этому вопросу Я далека от мысли Что при нем все было бы отлично Потому что трудностей объективных очень много Армения никогда не была в таком тяжелом положении Как сейчас Я как-то сказала и повторяю эту мысль Все противоречия мира Столкнулись на этом клочке земли Любое противоречие Если бы политическое, религиозное И прочее и прочее Все на этом клочке земли В этом смысле Трудности всегда были бы И не все удалось бы преодолеть Но От личности всегда многое зависит Я, например, лично считаю Что мировую историю делали личности Личности, которые остались тысячелетиями Представим, что их не было бы Но какие личности Это не только одаренные свыше личности Личности, обладающие незаурядной интуицией Понимающие историю, момент, потребности Понимающие, на какой волне они И видящие вперед Намного вперед Вот я без преувеличения могу сказать, что Карел был такой личностью Вся его деятельность об этом свидетельствует Поэтому я должна говорить или откровенно, или не говорить Но поэтому пусть это не звучит как апологетика Он был именно такой личностью Этим обусловлены и его успехи Необыкновенное просчитание Армении Это которое изучать и изучать надо И та любовь, которую питает народ к нему до сих пор Даже следующие поколения Это поразительно Я, например, считаю, что Политику Что значит любить политику? Политику можно ценить Можно уважать Принимать Заслуги отмечать Но любить как-то не вяжется Правда? Вот это, наверное, беспрецедентный случай Никого так не любили Даже того же Наполеона У него разделились на два лагеря И сейчас особенно А вот Карел любят У него врагов Даже враги вынуждены Политические противники, не враги Вынуждены были признавать его достоинства Это играет огромную роль Кроме того, он обладал незаурядными качествами Он был очень принципиальным, без уступок Но в то же время был великим мастером компромисса И он из любой трудной ситуации Находил выход Любого недоброжелателя При ближайшем общении Делал своим соратникам Это поразительно было Но это было так Тут играло все И ум, и обаяние бескрайние И юмор Все играло роль Так что при нем Безусловно, было бы лучше Кроме того, как политик Он был истинно национальный политик Народный Ну вот многие Знакомы с государственным деятелем Прежде всего Но вы знаете этого человека И изнутри Вот каким он был в семье Как в качестве мужа В качестве отца Раскройте нам Карина Демирчана Которого мало кто знает Есть ли? Нет Знают Есть ли он на расстоянии вызывал такие чувства Но он не был человеком двойной морали То есть он не лукавил никак Он какой был, такой есть Никогда Даже запись у него есть Это не совсем правильно Человек должен иметь с одного Бога Правильнее сказать Человек должен обладать одной морали А не двойна, скажем Для внешнего мира одна Для внутреннего другая Он как он был человек на ладони И в то же время очень замкнутый Свой внутренний мир он не открывал Вот эта особенность тоже поражала его Я об этом написала подробнее Он удивительно создавал непримужненную обстановку Непосредственную Казалось, что он Но свой внутренний мир он держал закрытым Личный мир Это он умел Даже от домочадцев, да? Даже среди домочадцев Даже среди друзей Со мной он открывался Или с братом И то, я считаю, не до конца Очень многое я узнала после Но это уже те вопросы Которые он из политических соображений Из соображений осторожности Не говорил Ну, мало ли, жена Родным скажет, подруге скажет Все-таки он очень такой осторожный человек был Те вопросы, которые он решал На политбюро Он никогда подробности не рассказывал Я после его кончины обнаружила Что даже секретари ЦК, которые с ним работали Были не в курсе Как решались вопросы геноцидов Как решался вопрос государственного языка Они знали Я поразилась, когда секретарь по идеологии Очень доброжелательный к нему человек Сказал Сперва приняли грузины Потом мы А у одной нашей поэты все написано Ну, приняли грузины Потом приняли, да Совсем не так было Совсем Он один стоял против политбюро Его предали И Алиев И Шеварнадзе Хотя было договорено, что они не согласятся Они сразу согласились на государственный язык Русский Карен до конца Несмотря ни на какие угрозы Ни на что Стояло до конца Пока они вынужденно Сказали Вынужденно Неделя прошла Я была в Москве в это время Свидетельница И сказали Сам напиши эту всю вторую статью Мы не можем Что это за статья была? Статья о государственном языке армянском Но он был настолько дальновидный Тонкий человек Что он равные права признал армянского и русского языков Что потом в беседе одобрило Андроповского Тогда как в других республиках государственный язык Русский язык В других республиках всегда Язык был русский В 36-м году В Сталинской конституции Когда коснулись вопроса языка Сталин все-таки был мудрый человек Чтобы о нем не говорили Он сказал эти языка Афгазские республики не трогать Они на своих национальных чувствах Тепнутые Оставьте им язык Государственный Тогда два были Грузия, Армения В 36-м году В Конституции оставили государственный язык Грузинский, Армянский По требованию Сталина В 36-м году, насколько я знаю, появился уже и азербайджанский язык Как таковой Не мусульманский, а азербайджанский Не было, да Фактически его еще такого Как состоялся не было И вот в 52-м году, когда он уже состоялся Азербайджан тоже принял государственный язык азербайджанский Но тоже люди называются А когда в 77-м году Брежневскую сделали Конституцию Тут вышла Украина И она говорит, что я самая крупная республика Почему у меня должен быть русский, а у них национальный язык Ну, это пошла бы как цветная реакция Да, да, там еще и при Балтике не загорали Да, при Балтике все Поэтому решили твердо и здесь снять Об этом долго мусировались разговоры Но вот в 77-м или 88-м году, я не помню мы Советам было проще, конечно, работать с новообразованными народами Средней Азией, Азербайджаном Чем с теми народами, которые была своя уже глубокая история Государственность Об этом тоже потом сказали У которых уже был состоявшийся язык Да, и вот они потом в конце уже пары, ну, категорично сказали Все, должен менять А он категорично же ответил, ни за что И когда они долго не стали, он сказал Я вижу, что у вас это фикс идея, сверхзадача Вы ее осуществите, но уже при новом секретаре Я уйду, я подам заявление, я даже работы у вас спросить не буду При новом делайте При мне этому не быть Но снять Домирчана было сложно Это был пик его слова Он уже известен был Мотивировка слишком очевидна была Взбудоражила, вы понимаете, массы Поэтому пошли навстречу И вот у нас в музее хранятся Хранятся 10 образцов, написанные им Хотя он писал всю ночь, когда пришел Корзина была полна бумаг Но он очень тщательно работал Каждую зафиту, каждое слово Десять вариантов, из которых на одном написано Последний вариант Они у нас хранятся здесь Поэтому сколько бы потом не писал в моем выборе Шевернадзе, что я вопрос согласовал с Брежневым Поэтому вот это и так далее И так далее, вы прочтете подробно Что это вранье Они предали Карена И я об этом написала в книге Что Карен один стоял против политбюро Но Шевернадзе захотел первых провести Мне говорят, что это просто руководство Спровоцировало восстание студентов Что мы первым раньше Армении Я считаю, что это не совсем так Видимо, утечка информации была Потому что очевидцы рассказали, что там были плакаты Дать им то же, что и Армении На следующий день был наш пленок Мы приняли государственный язык Армянский, но равное пользование И русским, и армянским Ну, конечно, Андропов потом в беседе Карен с ним беседовал до этого Одобрил эту идею Сказал, что мы по нашей линии Работаем с армянской диаспорой На русском языке Мы же не можем на армянском И очень хорошо, что вы равнозначные позиции Вообще, это очень важно, что одобрил именно Андропов Будучи КГБшником Вот именно КГБ всегда поддерживала Карена Настолько он все аргументировал Даже поразительно, что и в Карабахском вопросе Все, Чебликов и прочее Они больше поддерживали, чем Тихонов Гралыка тот же В вопросе геноцида Они боялись испортить соотношения А КГБ считала, что наоборот Для прочности, для внутренней стабильности Девчан правильно говорит Учитывая, что в Турции стоят войска Конечно Рим Агасин, такой вопрос Да, мы не закончили Да, при нем было бы лучше Безусловно Безусловно Молодежь А выиграли какие-то силы Молодежь, которая сама заявила Народ не выиграл А выиграли те силы, которые затеяли Понимаете? Да, мы с вами с нами До меня тоже в последние дни дошло Он бы не довел до этого Его бы никто не провел Понимаете? И он был истинный национальный лидер Сейчас много говорят о национальной идеологии В советское время такого термина не было Но вся его деятельность сплошь шла под флагом национальной идеологии Он считал, что должна быть Народ не должен быть недовольным Все, что не делаешь В первую очередь нужно думать о народе Это и есть стабильность страны Взаимодоверие между властями и массами Это взаимодоверие обеспечивает и работу нормальную И общность, идея Он пишет, что я на всех этапах Ставил цель Реальную, осуществимую, нехимеру И мобилизовал вокруг этой цели людей Поэтому его так поддерживали Поэтому у него были успехи И потом, я сказала, он был мастером Великим мастером компромисса Иногда создавались, казалось, непробиваемые ситуации А он находил выход Скажите, какие у него были отношения с Гейдаром Алиевым? Ой, вы знаете, недавно у меня сидели два молодых человека И они были так загадочные Это правда, что он ему дал по морде Алиеву, Калин Сыроповичу? Ну что, это правда было? Да ну что вы, ну что вы Я не слышу, что вы Я говорю, вы же грамотный человек молодой Как вы можете в это чувство верить? Это что, уличные разборки? Бортобой? Это же до политбюро дошло бы сразу Если бы они даже себе позволили Я говорю, что бы было с собой Это сказки, легенда Но отношения были вполне цивильные Внешне Не дружеские? Нет Внешне были два Отношения прекрасные были В тройке Их называли великолепной тройкой Шеварнадзе Гейдарвеев, Шеварнадзе Карен Карен самый молодой Они постарше В общем, успехи у всех Все родили Республики И себя не забывали Карен Но с Шеварнадзе Более искренние отношения были Шеварнадзе часто нам говорил Когда видел Мы должны быть вместе Мы должны быть вместе А вот для внешнего мира Иначе выглядел А когда Карен шел с работы Со всеми В общем Гейдар Алиев Внешне шутили Встречались Я женой была в хороших отношениях Между прочим Она была тоже очень такая Умела создавать отношения Со всеми Это мама Ильхама Алиева Мама Ильхама Алиева Понимаете? Тогда Ильхам был молодой студент И его жена Я их видела за соседним столом Не думала Что все так повернется Она была такая Вызывала положительные эмоции И московская интеллигенция Хорошо относилась Но внутренние проблемы Оставались Именно поэтому В этих внешних Очень благозвучных отношениях Была напряженность Паспудная Но не уходящая Глухая напряженность И она временами врывалась Однажды Карен пришел Ему запрещали в Карабах ездить Категорически Почему? Ну считая это провокацией Как же Там сразу Армянский секретарь Никто из секретарей Туда не имел права ездить Это уже в конце 80-х Или раньше? И раньше И потом Вот Я больше скажу Даже я не смогла поехать Бабкин Савич Который родом из Карабаха Он как-то сказал Что Женой и меня возьмут Поедем в Карабах А потом отказался От этой вещи Замолчал Видимо, в Москве Не позволили Понимаете? И Карену заказана была Тогда дорога Потому что Там, ну, представляете Что было бы Армяне, как это восприняли бы Как это Турецкое Азербайджанское Руководство В Москве Это считали провокацией А сам Гейдар Алиев Приезжал Пользуясь тем Что он уроженец Сисяна А, Сисяна Сисяна Вот такие моменты Но при всех Положительных Или отрицательных Качествах Гейдар Алиева Было известно Орнанской речи Не было Только Азербайджанское Иловское Вещание Конечно С Гориса Наша часть За два года Построила эту линию И еще восемь лет Понадобилось Еще десять раз Карен должен был Обратиться К Суслову В политбюро Чтобы заставили Алиева Эти два километра Несчастные Докончить Начать вещать И в конце концов Все-таки Выбудил его Карен Вы знаете Вот просто Допек У другого Не хватило бы Терпения А он Последователем Был очень В решении Национальных вопросов Очень Он довел Это дело До конца Или вопрос Пограничных земель Ведь азербайджанцы Входили в наши земли Устраивали пастбище Захватывали Обживали И так Мы теряли земли Карен Обратился В политбюро Что давайте Упорядочим Границу Раз и навсегда Десять лет Добивался Десять лет И когда Очередной раз Избили Секретаря По сельскому хозяйству Владимира Мавсисана Карен Воспользовался этим Обратился Очередной раз В политбюро Потребовал суда И следствия Это помогло Безусловно Но Десять лет Он добивался Упорядочили Эту границу Эти Сеидов Там Багиров Все Они говорили Да нет В этом необходимости Мы взамен Взамен В семей Добавили Другие Но это На словах Скажите А правда Что у Багирова Жена была Армянка Русская 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 В Азербайджане Так говорили Нет Русская Что якобы он проармянский Потому что его жена Русская Какой он проармянский Какой он проармянский Ну да запрещается Так говорили Я могу только Нет И вот он Настоял на этом И в результате Мы приобрели 14 с половиной тысячи Гектаров земель Вот даже Алиев Будучи Членом политбюро И прочее Не смог Закрыть дорогу Карен Или самый тяжелый вопрос У них же шла борьба За то Чтобы Дню воды Соединить С Саркчевана Там всего Грунтовая дорога была Оставалась 15 километров Как Карену Удалось Избежать этого Никто не представляет Сейчас пишут мемуары Каждый пишет Что он был против Он был против Но вопрос этот решался Только в политбюро Я не могу не спросить Тем более Вы сами упомянули О том Что их называли Троицу Шварнадзе Тамерчан Алиев Как так случилось Что двое Из этой троицы Стали членами Политбюро ЦК КПСС А Тамерчан Скромно Так и оставался Первым секретарем ЦК партии Армянской ССР Он даже Героя соцтруда Практически Хотя он же Получил Практически Он получил Героя соцтруда После Он 10 лет Две пятилетки Выполнил Блестящее 10 Переходящих Замён Они обязаны Были Они просто Не могли Не дать Его соцгероя Понимаете Он вернулся И сказал Что его Все отделы Поздравили Уже Вопрос решен Он получит Героя соцтруда Мы приняли Это нормально Потому что Так должно было быть Но когда Дошло до Брежнева Тот Почитал И вычеркнул Карена Заявил только Молот Еще Это в 50 лет И его Пятидесятилетие И две Пятилетки И блестящие Показатели Молот Еще Но причина Была Совершенно В другом Я подробно Об этом Написала В книге Причина В том Что Карен Его приглашал На Празднование В 150 Воссоединения Россия Армении А тот Все говорил Времени нет Времени нет А до этого Он был в Азербайджане И давал Ордер Ленина Вот И все видели Как его принимали На каковых Дорожках Как его Одарили Серебряным Кинжалом Громадным Бриллиантом На верхней И как он сидел И смотрел И прочее Все это видели Ну Карен Этого конечно Не сказал Но очередной раз Когда в кабинете Брежнев Отказал В поездке Карен Не выдержал И сказал Когда давать Награду Я не хотела Писать Какую награду Когда давать Награду Баку У вас Времени есть А когда Отмечать Вековую Дружбу Двух народов Историческое Событие Сто песен У вас нет Времени Ну По рассказам Карена От удивления Брежнев Даже Привстал Привстал И сказал Тихим Таким голосом Да как Ты со мной Разговариваешь Я тебя Выборжу Из партии Ну Карен Не обстался В долгу И очень деликатно Ответил Это ваше право Вы можете Меня исключить Но от этого Реальность Не меняется Так как Думаю Я Думают Все И я Вынужден Был Обязан Вам Это Сказать В лицо После этого Отношения Очень ухудшились И вот На этой почве Ну Он Не дал Ему Героя Был еще Другой момент Приезжала Дочка Видимо Опять Галина Брежнева Наводить мосты И одновременно Решать личные Вопросы И прочее Потом Она Обратилась В Москве Уже С очень Неестественной Просьбой Карену Кому-то Из своих Друзей Совершенно Незаслужившему Отдать Героя Сестры То есть Карен От приближалось Ему Пятидесятилетие Давайте прямо Скажем Что это был За человек Это был Ее очередной Ну да Скажем так Бойфренд Как сейчас Говорят Да Бойфренд Да Я тогда Я когда была Очень наивна Она меня Познакомила И прочее Но я И не думала Что это Так далеко Зайдет Ну То есть Карен должен был Делать Натуральный Бартер Героя На героя Да Ну он Был бы Недоверчаном Если бы Согласился До этого Он отказал Ну Кинулись Вообще Ювелирные Эти мастерские Макомиссионные Что мы подарили Галине Брежневой Ничего не нашли И подарили Обычный подарок Все открыто Подарили там Серебро Пояс старинный А это было Обязательно Дарить что-то Вот когда Приезжали Ну вы знаете Из семьи Брежнева Вы знаете Это был Такой Исключительный Случай Я же приехала Дочь Генцека Обычно А даже Были Вына у них Всех Которые Первый раз Приезжали Но все Это Отмечалось Был особый Фонд У председателя Собмина Где Больше Трехсот Рублей Не имели Права За один Но это Большие Деньги были Большие Вот в этих Пределах Ее и одарили Понимаете Но какие-то Кольца Дорогие Там что-то У нас У самих Не было Чего было При желании Не могли бы дать Понимаете Но все Герои Хотели Опорочить И на этом Корне Не получилось Опять Не получилось Но я вам скажу Что в Новое время В начале Событий Сюда Приезжала Рандом Намного Ниже Опять Своя знакомая Но Ей подарили Громадный Бриллиант Это мне Фадей Тачатович Рассказывал И когда Фадей Тачатович Удивился Как Такой Бриллиант Хотя это была И его знакома Ему так Злорадно Сказали В руководстве А что Вы не дарили Он говорит Нет Мы таких Вещей Не дарили Мы дарили Коня Баштурмок Какой-то Почти Оборвение Ну Бриллиант Вот так Ну Алиев В Азербайджане Насколько я знаю Славились Такие Подарки Пояса Золото Бриллиант Рубины Это было Всегда Скажите Рима Агатина Сумгаидский Конфликт Бакинские Погромы Как это Все Воспринимал Карен Демирчан И Были Может быть У него Какие-то Телефоны И Переговоры Солиевы Интересный Вопрос Многие Не знают Все Что Не читали Мою Книгу И Не знают Карен Сироп В это Время Уже Был Пленником Ему Не доверяли Когда Начались Карабахские События Вы знаете Предысторию Горбачев Даже Однажды Карен Сказал Этот Горбачев Видимо Думает Что Я Действительно Я Устрою Карабахское Звижение В Атмирску Закрыть Насколько Нужно Быть Таким Чтобы Такое Подумать И то Про меня Мы Оговаривши Что Карен Демирчан Был один Из первых Критиков Двух Секретарей Сека Лукьянова И Долгих Они Поддерживали Сязь Москвы Карена Редко Подключали К телефону А потом Перестали Вообще Он Требовал Выезда В Москву Ему Не разрешали Мотивируя Тем Что Он Должен Оставаться На месте Он В соседней Комнате Через Старный Ход Второй Ход Это Мне Рассказывали Уже Обманули Что Это Организованные Вещи Он Тут же Обратился К Лукьянову Дал Гих Официально Посадил И Сказал Я Подаю В Отставку Официально Я Сейчас Вам Это Говорю А Когда Буду В Москве Я Там Подам В Отставку Сейчас Потребуется Оценки Политической Наказание Суда Независимо От Того Что Я Уйду Но За То Что Меня Обманули Я Уйду Все Равно Уйду Я Больше Работать Не буду На Этому Посту У Карена Была Программа По Карабаху Всегда Я Написала Очень Четкая Программа У него Всегда Были Варианты Решения Проблемы До Начала Событий У Него Была Одна Фикс Идея Задержать Отток Армянства Чтобы Карабах Не Постил Участь Нех Чем Ана Этим Он Болел Поэтому Он Провозил Ретрансляционную Линию Помогал Восстанавливал Драматический Театр Церковь В Шуши Ведь отсюда На свои средства Это в то время Добиться Это было Вообще Невероятно Поехали Организовали Все Это в то время Он 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 Всегда Поддерживал Все Отношения Он Здесь Специально Много Чего Делал Учебники И так Далее Здесь Вакантные Бесплатные Неконкурсные Места Для студенчества Будем бороться Одновременно Он Знал Нравы Этой Страны Действовал Осторожно Тем более Что Предыстория Его Все Время Попрекали Чем Вот Арсенов Написал Письмо По Карабаху Вот Кочинян Написал А Домирчан Не Написал Да Домирчан Не Написал Для того Чтобы Не Вызвать Внимание Той Стороны Он Действовал Из-под Тишка Он Каждый Раз Встречался Во время Каевски С одним Членом Политбург И Всем Промывал Мозги Об истории Карабаха О том Что Там Творится Поэтому Когда Начались События По Большому Счету Его Не Смогли Обвинить Он Этот Говорил Мы Не Знали Мы Не Знали Он Также Не Знал Коробачев Не Знал О Коробаке Точно Так Ж Как Не Знал О Погробах В Тобилище В Прибалтике Он Уезжал А Это Делали Понимаете Он Был Очень То Долгих И Лукьянов Ездили По Редионам Все Знали Всем Он Говорил И Предупреждал Будет Взрыв Нужно Сейчас Принимать Меры Нужно Повысить Статус До Республики Обеспечить Относительную Самостоятельность Нужно Социальные Перемены Улучшить Положение Чтобы народ Не был Так Недоволен И оградить От всех Этих Ну Как Это Называется Сил Извенения Демографических Политических Национальных И Прочее Взрыв Будет Он Предупреждал Письмо Он Рассказал Что Ему Сказали Мы Ваше Письмо Отошлем Не Прочтем Нечего Наоборот Ему Предлагали Запретить Писанину Оттуда Скоробаха Десятки Тысяч Писем Туда Поступали А Как Карен Мог Зачем Он Должен Запрещать Не Слушайте Меня Читайте Хотя Б Эти Писем Так Что У него До Начала Движения Была Такая Помочь Вся Как Может Помочь Карабаху Социально Материальном Отношении И так Дали Вызвать Внимание Центра Повысить Статус До Республики Оградить Относили Это До Начала Движения А Когда Началось Движение Статус Республики До Конца Он Проводил До Сумгарита Статус Автономной Республики Почему Потому Что Был Разговор О том Эту Идею Подал Сахаров В свое Время А Кто Так Тонко Очень Андрей Микрич Отметил Легачок Что Понятие Социалистической Республики Наполнится Новым Содержанием То Есть Должны Были Автономным Республикам Дать равные Права Социалистическим Это уже Было Спасение Понимаете Поэтому Он Торопился Пока Еще Народ Не был Пока Еще Торопился Дать Статус Добиться Этого Статуса И В начале Движения Ему Удалось Это Легачок Даже Сказал Ну Почему Вы Нет Вы Добейтесь Этого А Следующие Поколения Присоединят Вот Так Но От Этой Идеи Отказались Само Карабахское Руководство По Саму Тогда Он Заявил Были Свидетели Которые Хотели Громко Говорить Но Мне Сказали Хозяин Тачанович Присутствовал Директор Один И прочее Когда По Саму Сказали Что Вот Радостно Что Карен Сиропович Добился Вот Этого Он Сказал Направься Кто Его Просил Свои Вопросы Мы Будем Решать Сами Это Вместо Благодарности А Потом На Карен Накинулись Том Карабах Не Занимался Много Несправедливости Скажите Была Она И сейчас Есть Но Когда Сумгаит Был Я должна Докончить После Сумгаита Уже 9 марта Последнее Совещание Было В Москве Это Очень Интересно Он Принес Свой План Взять Карабах Из Подуправления Азербайджана Пользуясь Опятивируя Тем Что Они Не Будут Обеспечить Национальному Меньшинству Безопасность После Сумгаита Что Они Находятся В шоке Он Момент Хотел И Передать Если Они Не Хотят Армении Пусть Берут Под свою Юрисдикцию Остальное Потом Решится То есть Поэтапное Решение Вопроса Сперва Забрать У Азербайджана А дальше Уже Видно Будет Легче Будет Об этом Рассказали Карен Приехал Возмущенный Он Говорить Не Мог Он Только Одну Фразу Сказал Когда Одна Из Моих Подруг Сказал Карен Но Ты Не Мог Сказать То Он Сказал Я Не Говорил Я Кричал Больше 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 Ничего Не Сказал Но Фадид Ачат Рассказал В своей Книге И Легачев В своих Воспоминаниях С опозданием Большим Я Очень Сожалею Что Не Поддержал Карен У него Был Великолепный План Решения Проблемы Этот План Он Сдал Якоблеву Наутро Заседание Политбюро И вдруг Читает Подмену Фальшификацию Карен Написал Помните Писали О положении Вокруг Наговного Карабаха Говорили Вокруг А Они Сменили В Карабахе Согласно Своему Видению То То есть Территориальных Перемен Не будет Будут Только Социальные Внутри И вот Здесь Карен Стал Кричать И говорить Что Фальсификация Тут Я Говорю Как Вы Смеете Генцеком С генцеком Смотрели Обвинять Фальсификацию И пошла Перебранка Карен Уже Вышел Из себя Это Пишет Легачев И То же Самое Рассказал Фадей Татьянович Легачев Пишет Что Сам Говорит Я его Попросил Выйти Пишет Что Как вы Не кричите Не забывайте Что Это Ждание ЦК Мы Члены Члены ЦК Оно Принадежит Нам Так же Так и Вам И Выгнать Нас Вы Не имеете Права Вот Вот Такой Диалог Татьянович Приезжали и говорили, вот еще немного, вот то-то, то-то. Врали народ, а потом я тоже написала. Шкуру свою берегли. Понятно. Дима Агатьевна, скажите, насколько мне известно, именно Карен Демирчау давал звание народного артиста Зейнаб Ханларовой. Вы об этом что-нибудь знаете? Возможно, возможно, это я не знаю. Но очень даже возможно. Потом она же стала кормить пловом всех ополченцев, которые грабили армянские дома. Ну, это она азербайджанка, что поделаешь. Она была очень популярна в армянске? Она здесь была популярна. Ее очень любил наш Бабкин, советчик, выходит из Карабаха. И весь Максов. Это его. Большое народное. Почему должен был Карен Демирчау? Неужели Гайдар не мог? Это, наверное, не очень правильно. Она была народно-артисткой армянской сессии? Армянской сессии, возможно. К этому приложил руку Бабкин Саевич, безусловно. Он ее обожал. Он вообще обожал, очень любил азербайджанскую музыку. И мы все время вынуждены были на даче слушать. Бабкин Саевич? Да нет, Бабкин Саевич. Бабкин Саевич очень любил. Он выходец был оттуда, привык, видимо, любил. Ну действительно, музыка любого народа имеет свои прелести. Он привык, слух привык. И он очень любил Ханлаву. Я помню, один ее концерт здесь, по-моему, на стадионе. И его воодушевление. Она и пела, у нее были армянские песни, насколько я знаю. Да, и армянские песни. Кто тогда думал? Потом стала разбойницей со временем. Потом стала разбойницей. Покрывала разбойников. А сколько таких? Да, очень много. Кто тогда думал о таких вещах? Ну, я не сомневаюсь, что к этому он приложил. Он очень любил Ханлаву. От Карена я никогда не слыхала, чтобы он так болел. Он многим дал, но нашим. Скажите, вот такой вот вопрос. Он будет у нас последний, потому что эфирное время не позволяет. Но немножко придется отправиться вот в то время. Вот после случившегося в парламенте, как вы считаете, кому это было выгодно? Я не думаю, что цель была именно Демирчан. Там может быть какая-то другая цель. Вы очень ошибаетесь. На сто процентов. Цель была именно Демирчан. Но это хотели сделать, поскольку он был популярен, и это не было бы понятно. Поэтому сделали такой камуфляж. Зачем пошли в парламент? И как вообще-то там продикли? И как вообще пробились? Пятеро вооруженных. У них были сочувствующие там, которые их провели. Ну, представляете, эти стволы пронести, спрятать там. Причем люди сброд. Один из них бы имел только официальный доступ, главарь этот, потому что журналистом был. А кто такой был его брат? Кто такие остальные? Какое они имели право вообще войти в здание парламента? Сейчас ни за что не пройдешь туда. Даже я, когда 27 октября хожу, мне не позволяют на машине подъехать, несмотря на мое состояние. Останавливать пешком, все, да. А тогда очень спокойно, явно организованно, явно имели своих людей в парламенте и явно рассчитывали на то, что это будет воспринято как случайное убийство. Не учтя то обстоятельство, что есть камера. Камера четко показала траекторию на Домирчана. Но еще более того, уже в мертвого Домирчана стреляли в упор. Контрольный выстрел называется. Зачем это надо было? Контрольный выстрел. Понятно. Ну, были иллюзии, и силы, и здесь, и вне. Вне страны тоже много было, которым нужно было. Вы знаете, я не хочу здесь все раскрывать. Все, что потом произошло, как раз свидетельствует о том, что это было специально сделано. Он бы мешал. Он мешал. Я ненавижу капитализм. Я не люблю богатства. Не люблю олигархов. Не как их. Может, они как личности достойные. Разные бывают. Но в купе со своим богатством я еще не видела нормального олигарха. Это была Римма Демирчан. А мы еще скоро встретимся. Непременно. Ольга. Продолжение следует...